В Ташкенте подвели итоги двухдневной международной научно-практической конференции организованной Академией Вооруженных сил Узбекистана. Тема, объединившая более 150 участников, военные конфликты современности, содержание и извлеченные уроки, изучил их и наш корреспондент. И форматы, и тематика, и количество участников конференции, проводимой впервые в Центрально-Азиатском регионе, говорят о необходимости в диалоге и его дефиците в современной международной обстановке. В поисках формулы эффективного решения военных конфликтов. Мировое сообщество рассматривает уровень угроз и факторов, оказывающих существенное влияние на развитие военно-стратегической обстановки в мире. Создание очагов напряженности и зон конфликтов, характер войн. Но, как показывает практика, их не становится меньше. Они обретают все более изощренные содержания, характер и особенности. Если в прошлом политические цели в войне достигались исключительно в ходе вооруженной борьбы, то сегодня они могут быть реализованы без масштабного вооруженного столкновения. В основу внешней и внутренней политики Республики Узбекистан заложены идеи регионального сотрудничества, как фактора безопасности и стабильности региона. Наша страна строго придерживается принципа мирного и несилового метода разрешения конфликтов. Для представителей многих государств это наиболее эффективный способ приобретения опыта военных конфликтов с целью предотвращения угрозы безопасности. Самое важное, что для этого вовсе не обязательно принимать непосредственное участие в вооруженных столкновениях. В мире существует несколько методов и способов профилактики этих угроз. И когда они проводятся в формате диалога за столом переговоров, у сторон появляется больше шансов преодолеть существующее разногласие. Хочу подчеркнуть, что с помощью силы мы никогда не сможем разрешить их до конца. Говорю это не как посол, а как человек с 33-летним стажем военной службы. Театром военных действий может стать любая страна, регион, а в глобальном масштабе и вся планета. С учетом этого выдвигаются новые требования к системе обороны, которая должна быть помехоустойчивой и комплексной, противосамолетной, противоракетной и противокосмической. Безопасность и стабильность в Центральной Азии, как было озвучено, предполагают выстраивание внешней политики Узбекистана с приоритетом на взаимовыгодное конструктивное сотрудничество с ближайшими соседями, в том числе с Афганистаном. Страна до сих пор оставалась вне системы региональной безопасности. Все больше экспертов сходится во мнении, что Центральную Азию необходимо рассматривать как группу государств, чьи основные проблемы безопасности настолько тесно взаимосвязаны, что угрозы и вызовы их национальной безопасности не могут быть рассмотрены и разрешены по отдельности, а исключительно при консолидации усилий. Международная безопасность, как и отмечалась во многом, зависит от уровня доверия между государствами. А единственный путь к доверию – это обсуждение характера будущих войн, вооруженных конфликтов и наиболее актуальных проблем в сфере обороны. В рамках мероприятия также прошли двусторонние переговоры. А конференция, по словам организаторов, заложит прочный фундамент для дальнейшего развития военно-научной мысли, сотрудничества Академии вооруженных сил с профильными учреждениями и исследовательскими центрами мира.